Впервые за 37 лет работы старт очередному спортивному году в Олимпе был дан в конце августа. Спорторганизаторы пошли навстречу по желаниям посетителей. Начинать плавательный сезон еще до сентября. Мы так рады, что вы пришли, потому что вчера мы волновались, что три часа, наверное, не придут. Зря волновались. Вы же самые надежные, самые добрые, самые здоровые и самые дисциплинированные. А это как раз эти навыки прививает плавание в нашем бассейне. Открыть так рано спортивный сезон удалось благодаря своевременно проведенным ремонтам. Подрядчики не подвели и завершили работы даже раньше намеченного срока. О сделанном в летние месяцы собравшимся на открытие рассказал главный инженер спорткомбината. Вы сейчас раскупаетесь в бассейне и думаете, что разница должна почувствовать. Водичка стала еще более красивая, более голубая, теплая. Если кто-то потом посетить бассейн, закончить, посмотреть, я сделаю экскурсию, подал, вы своими глазами увидите, насколько все это масштабно, глобально и очень серьезно. Новый спортивный сезон в Олимпе начали традиционно – с зарядки. Для завсегдатых спорткомплекса – это привычное занятие. Все они регулярно посещают бассейны и спортивные залы, а потому в хорошей физической форме. Сегодня первым посетителям большого бассейна предоставили возможность поплавать на час дольше, чтобы они смогли оценить изменения после двух месяцев летних ремонтов. Чтобы набраться здоровья, сил, я хожу и в фитобочку, хожу и в инфракрасную сауну. Раз в две недели хожу в фитобочку, ну и так и в инфракрасную сауну. Хожу с открытия бассейна, с самого открытия. Уже мне вот сколько, мне уже 70 лет будет вот скоро, и я хожу все время в бассейн. И очень нравится. Очень хорошо. Легкость такая, как будто вновь родилась. Спорт-комплекс «Алим» подправился в новое плавание. К сезону проведены масштабные работы, где главное внимание – безопасности и созданию комфортных условий. Даже график составляли с учетом мнения посетителей. Эту неделю большой бассейн будет работать с 15 до 22 часов, а затем перейдет на сентябрьское расписание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова